Привет! На манеже все те же. Это канал Хвостатое Счастье и я его ведущий Волков Сергей. Друзья, подводим итоги. У нас среда, 14 августа. Вот уже средина недели вроде. Недавно было, мы собирались, ездили, встречали двух собачек из Туапсе. И вот уже средина недели. Савтра проснусь, а уже выходные. Ну, у нас, конечно, не бывает выходных, но я так утрирую. Время летит, прям вообще караул как быстро, но незаметно. Да, Дарина? Дарина знает об этом. Она не понаслышке об этом знает. Даринка, Даринка, мандаринка, ты ругательная собаня. Ну что, друзья, пойдемте сходим к нашему гороху. Узнаем, какие у нас новости, интересности. Да, кстати, хотел вас пригласить. Смотрите, друзья, у нас есть телеграм-канал. Наш любимый, главный телеграм-канал, который называется «Хвостатое счастье». Вот. Приходите на него. Если вдруг у вас не показывает YouTube, или вы не можете посмотреть на платформе, я буду дублировать тогда видео прямо в телеге. Это можно сделать. Вот. Но пока мы стараемся освоить помимо YouTube платформу, и поэтому пока я перекидываю туда. Но я уже загружал сюда стрим на наш канал, и вроде бы как люди посмотрели, и все нормально, все видно хорошо. Вот. Помимо этого канала, очень-очень рекомендую, и прошу, приходите на канал «Бася расскажет». Здесь, конечно, есть реклама, друзья. Но это вот на сегодняшний день у нас, наверное, самая такая соцсеть. Даже, ну, как бы, телеграм не соцсеть. Телеграм – это мессенджер. Но здесь возможна монетизация на некоторых каналах. Так вот у нас «Бася расскажет», он монетизируется, и мы с помощью этого канала оплачиваем покупку корма и лечение. Ну, не полностью, конечно, вот, но значительная часть. Пока выходит реклама, значит, здесь есть монетизация, и вы можете помочь нам, поддержать нас, если придете на этот канал. Вот, канал рассказывает про… Тут у нас ведет его «Бася». Вот, вообще, у нас интересные факты про животных. Поэтому очень рекомендую. Я говорю, да, есть реклама, но прошу отнестись с пониманием к этому. То есть, реклама помогает нам выживать. Вот. Также мы… У нас есть еще один канал, он называется «Не вешать нос и хвостомарины». Вот, он пока не подключен к монетизации, но как только мы подключим его, тут тоже будет появиться реклама. Здесь Терри, эта собачка-спинальница, она рассказывает, ну, интересные мысли. И у Терри, кстати, есть еще и истории. Вот. Вы можете посмотреть здесь. Публикуются у нас сторисы. Вот. Сегодня сторис вышла. Помогая людям, будьте осторожны. Потому что, помогая первый раз, они будут вам благодарны. В общем, рекомендую заходить и посмотреть. Сторисы не только я там умничаю, но еще и бывают интересные какие-то моменты из жизни нашей хвостатой банды. Поэтому рекомендую ссылки на канал Баси, на канал Терри и на наш основной канал я размещу в описании. Ну, а сейчас давайте дойдем до нашего гороха все-таки. Вы уж меня извините, что я так долго про это все дело рассказывал вам. Вот они, наши горохи. И не только горохи. Тут вот бабушки-пенсионерки ходят. Тут Пикузька. Пикузька, да, тоже пенсионерочка такая. Карасик что-то там. Мышонок пришел с папочкой поздороваться, поиграться. Да, да, да. Карасик отвлек. Сейчас побежит за мной. Веста, ты нашла, да? Ты нашла енота? Не дам, говорит, тебе отец енота. Енот мне нужен самой. Вот. Вот так вот. Да, карасик. То есть ругается. Это успевает кушать. Тут спят, тут едят. Там ругаются, тоже едят закрытые. Все по плану. Да ты кукошница. Ты у меня модель. Ты у меня актриса. Помогала мне сегодня снимать сториз. Ты моя, ты зайка такая. Обнимательная. Такая умная, приумная девочка. Вот. Ну что, мамагаля. Расскажи, что у нас интересного нового сегодня произошло. Что у нас нового? Сегодня с клиники отзвонились. Там у нас лежит кошка, которая последняя прилетела с Махачкалы. Мы ее назвали оригинально дагестанка, потому что фантазия уже закончилась. Я приехала с ней в клинику и попросила придумать имя администратора. Она говорит, откуда кошка? Я говорю, из Дагестана. Она говорит, ну, пускай будет дагестанка. Значит, у дагестанки пришли результаты ПЦР. Результаты нерадостные. У нее подтвердилось две болячки. Хронические из трех. У нее иммунодефицит. И у нее коронавирус. Лейкоза, к счастью, нет. Но от этого не легче. То есть... И то, и другое заболевание. Заразно для других кошек. С Викой у нас есть два кота. Ну, теперь будет еще кошка. Вот. Значит, сама она не мочится. Когда принудительно мочу отводят, моча цвета борща, как мне было сказано. То есть, моча идет с кровью. Вот. Кушает плохо. Сама сегодня ее принудительно докармливали. Ну, вот такие вот новости. Ходить она почти не ходит. В основном лежит. У нас сегодня, друзья, был дождь. Вот. И я не смог провести прямую трансляцию на прогулке и показать, как гуляют у нас Забава и Грейс. Вот. Обещал, что будет вечером прямой эфир. Но, честно говоря, что-то мы умотались. Вот. Как обычно. Как обычно, да. Обычно умотанные. Обычно умотанные. Поэтому давайте загадаем, чтобы завтра дождя не было. И мы с вами проведем прямой эфир. Я опять попробую Забаву вынести и покатать ее на колясочке. Может быть, будет, ну, получше результат, чем в прошлый раз. Поэтому смотрите, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Основной хотя бы. Хотя бы на него, на Хвостатое счастье. Потому что, когда у нас где-то начинается прямой эфир, я всегда там публикую ссылку. Вот. Ну, а в остальном все как обычно. Трудимся. Вот. Устаем. Отвечаем вам на вопросы. Снимаем ролики. Спасибо огромное, что поддерживаете нас. Спасибо, что нас смотрите. Дай Бог вам здоровья. Берегите себя. Берегите Хвостиков. Завтра будет новое видео. Да? Да? Всем пока-пока. Пока-пока. Спокойной ночи. Давайте. Спокойной ночи, друзья. Спасибо. Продолжение следует...